Во имя Аллаха, хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха. Величайшая фитна, которая пройдёт по земле, это фитна даджжаля, и это самая большая фитна, начиная со времени создания Адама и досудного дня. Так сообщил нам наш посланник, мир и мое благословение. Возможно, вы зададитесь вопросом, почему именно она является величайшей фитной? Или какова тайна, стоящая за фитной даджжаля? Что же он такого делает, что его фитна является настолько устрашающей для верующих и общества в целом? Если пожелает Аллах, мы постараемся разобрать этот вопрос. Мы упомянем при помощи чего даджжаль вводит фитну людей, искушает их. И далее вы сможете понять, что это фитна неповторимая, невиданная. Мы молим Аллаха Всевышнего, чтобы он защитил нас от фитны даджжаля. Первым признаком является его быстрое перемещение весьма удивительным образом, что также беспрецедентно. Даджжаль способен на быстрое и удивительное перемещение с места на место, то есть на мгновенное перемещение из одной страны в другую далекую страну. И так он охватит всю землю, сказал пророк миром и благословении, подобно дождевому облаку, подгоняемому ветром. Дождевые облака переносятся ветром, и потом, спустя короткое время, в этом месте начинается дождь, а потом дождь переносится на другое место. И таким образом скорость даджжаля подобна скорости ветра, как сказано в хадисе, подобно дождевому облаку, подгоняемому ветром. Также в одном из хадисов говорится, даджжаль вступит во все города, кроме Мекки и Медины. Что же касается остальных обитаемых городов во времена появления даджжаля, то они будут посещены им. Даджжаль направится к ним, и основываясь на полученной информации, мы должны знать его скорость. Также посланник указал, что он будет на земле непродолжительное время. Его время пребывания на земле ограничено. Далее сахабы спросили пророка, мир ему и благословение, «О, посланник Аллаха, а сколько времени он пробудет на земле? То есть, сколько он пробудет в этой дуне?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение, ответил, «40 дней». Из них есть дни с особенностями. День как год – это очень долгий день от восхода солнца и до наступления следующего дня. Продолжительность этого дня равна году. Это целый год наших дней. Это означает, что движение солнца будет очень-очень медленным. Настолько медленным, что солнцу потребуется, возьмем примерно, 12 часов времени, чтобы пройти от восхода до заката, и 12 часов, чтобы вернуться от заката до восхода. То продолжительность каждых из этих 12 часов будет как 6 месяцев. Движение будет очень-очень медленным. А целый день будет как год. День как месяц. То есть, второй день тоже будет длинным, но все же короче. И день как неделя. Он разъяснил три уникальных дня. И далее пророк миром и благословения сказал, «А все, что касается остальных его дней, то будут они подобны вашим дням». То есть, такими будут остальные 37 дней. Также немного позже расскажу, что последние из 37 дней будут тоже иметь особую характеристику. Мы сказали о посланник Аллаха. Здесь интересный момент. Сахабы слушают эти очень странные слова. Какой-то человек охватит всю землю, какой-то человек будет жить на земле 40 дней, из которых один день будет как год, и один день будет как месяц, а третий как неделя. Как это? Один день будет как год. То есть, 6 месяцев светло и 6 месяцев тьмы. Это странно, но что же привлекло их внимание и заинтересовало? Они заинтересовались лишь темой молитвы. То есть, как в этот день совершать намаз? Это реально странно. После вопросов о даджале, его признаках, его внешности, его фитни, о том, что с ним произойдет в этой дуне, сахабы сосредотачиваются на теме, связанной с молитвой. Они сказали ему, «О посланник Аллаха, а достаточно ли будет, если в день, подобный году, мы совершим молитвы, обычно совершаемые нами, в течение одного дня? То есть, у нас есть 5 молитв в день. Прочитаем утренний, а потом после двух месяцев паузы читаем духр, а через еще два месяца перерыва читаем аср. То есть, время будет казаться очень долгим, и это будет восприниматься как год». Пророк миром и благословения сказал, «Нет, но определяйте в этот день время должным образом. Это означает, что каждые 24 часа вы будете молиться 5 раз. В этот день людям нужно будет совершать молитвы, отчитывая время. Ваша молитва не будет зависеть от движения солнца, заката. То есть, вы будете молиться в этот день, который будет как год, столько молитв, сколько сходно с молитвами за год, а не за один день. Однако то, что привлекло мое внимание у сахабов, это реальный практический взгляд на жизнь. Что касается его последних дней, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Последние дни Даджаля подобны миражу. Первые дни у Даджаля будут очень медленные, некоторые будут обычными, а вот последние дни будут очень быстрые. И его последние дни подобны миражу. Утром человек стоит у порога одних ворот Медины и не успеет достичь других ворот, как наступит конец дня». В Медине от первой точки между восточной частью и западной было всего 3-4 километра, может быть, 5 километров пешком. Если выйти утром, то другой стороны города достичь можно очень быстро, то есть тут, говорится, выйдет от одних ворот и достигнет других. А сахабы в ответ опять спрашивают, «Как же мы будем совершать намаз в такие короткие дни?» Причист Аллах. Также спрашивают, «А как нам молиться?» Этот день очень короткий, говоря о количестве часов, можно сказать, в этот день будет 5-6 часов, а не 24 часа. А молиться нужно будет так. Вы отчитываете время так, как вы это делаете в эти протяженные дни. Опять же, Всевышний Аллах сделал обязанность не таким уж тяжким бременем. Если день короткий, то вы читаете намаз в нем, сокращая количество намазов. Не надо в этом дне, как обычно, совершать 5 намазов. Вы молитесь в соответствии с расчетом, например, вы прочитали всего 2 намаза, а день уже закончен. Тогда вы делаете остальные намазы в следующий день, в определенное время, согласно расчету. Например, в этот день вы рассчитали, что между одним намазом и другим должно пройти столько-то часов. Но этот день закончился еще до того, как вы выполнили оставшиеся из 5 молитв. Об этом было сказано пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. Первым признаком из признаков даджжали является его внушительная скорость. Это настолько заметно, и люди сразу поймут, что они имеют дело с необычным существом. Второй очень серьезной вещью является рай и ад даджжали. Пророк миром и благословения сказал, «Поистине у него будут вода и огонь». А в другом ревояте говорится «сад и огонь». И его огонь – это прохладная вода, а вода его есть огонь. Так не погибайте. Это означает, что у него есть две вещи. Одна подобна огню, лави с вулканом, то есть это огненная река. А есть и другая река с холодной водой. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «И его огонь – это прохладная вода». То есть в этой огненной реке на самом деле прохладная вода. И наоборот, в холодной реке с водой находится огонь. Прохладная вода, которая протекает и имеет приятный вкус, из нее как будто можно пить, чтобы утолить жажду, но вы остерегаетесь ее, ибо это огонь, ибо вы видите противоположное тому, что есть на самом деле. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Не погибайте», то есть не губите себя. В другом хадисе от Хузаифа пророк миром и благословения Аллаха говорит, «Поистине я лучше самого даджала знаю, что у него будет. Будут у него две текущих рек, одна из которых представится глазу чистой водой, а другая пылающим огнем. Пусть же тот, кто доживет до этого, подойдет к реке, которая представится ему огнем и закроет глаза. Ты испытываешь жажду, и даджаль соблазнит тебя перед двумя реками, одна из холодной воды, а другая из огненной лавы. Ты испытываешь жажду, и что будешь делать? Пророк миром и благословения сказал тебе пить из воды с огнем, пей из реки, где бушует огонь. Иди, закрой глаза, избавься от сомнений и будь уверен в словах пророка миром и благословения, что этот огонь на самом деле вода. Пей оттуда и утоли свою жажду. Далее пророк миром и благословения говорит, пусть он наклонит голову и напьется из нее, ибо поистине это прохладная вода. Конечно, для такого поступка нужен человек с очень высокими способностями, чтобы осознавать ситуацию и успешно действовать в ней. Такой человек, который сможет подтолкнуть себя к огненной реке, будучи уверенным, что это прохладная вода, как сказал пророк миром и благословения. Третьим признаком даджаля являются горы хлеба и реки воды, которые будут у него. Мы знаем, что в период перед появлением даджаля на земле будет сильное засушливое время. Мы говорили прежде о последнем годе перед появлением даджаля, и что в этом году не будет дождя вовсе. Мы упоминали об этом в предыдущих беседах. В год, предшествующий этому, а также предшествующий ему, всего в эти три года дождь будет постепенно уменьшаться, а в последний год на земле не будет ни капли дождя. Земля не даст ростков, люди будут страдать от жажды, и у них будут серьезные проблемы с пищей и питьем. И когда придет даджаль, то он принесет эти две вещи, у него будут расти горы хлеба и течь реки воды. В другой версии передачи сказано, что он приносит с собой горы хлеба и зелени, хлеба и овощи. Люди будут разделены на две группы, тех, кто последует вере и останутся голодными, и тех, кто последует за даджалем, едя его хлеб, выпивая воду, которую он с собой принесет. Четвертый аспект, и он крайне серьезный, это выпадение дождя, озеленение земли, а также увеличение скота. Это удивительные вещи, причисто Аллах. Даджаль приходит к людям и призывает их к вере в Него, говоря, «Я ваш Господь». И они верят в Него до такой степени, что они верят в Его божественность. Он придет к людям и призовет их, а они уверуют в Него и ответят Ему. И тогда, по Его велению, небо тотчас прольется дождем. «Земля же по Его велению принесет плоды, и их скот вернется, а будут горбы их подняты высоко, как никогда». То есть это животные, которые пасутся. Выходят они с утра и возвращаются вечером. Это значит, что они отправляются с рассветом на пастбище и возвращаются с закатом. И у этого скота станут очень большие горбы. Горбы во множественном числе означают скопление верблюдов, а их горбы станут очень высокими. Далее говорится о их молоке в их вымях. И вымя каждого будет полным, как никогда, и бока их будут крутыми, как никогда. То есть их животы не худые и очень большие. Маша Аллах. Какие огромные формы у коровы, верблюда. А люди чрезвычайно гордятся этими, говорят, это из-за того, что я вместе с даджалем. И вот люди распространяют во все углы молву о том, что тем, кто поверил в даджаля, он приносит дождь, в то время, когда во всем мире нет дождя, нет растений, нет посевов, и люди страдают от голода и жажды. А по его указанию внезапно начинается дождь, растения начинают расти, и животные становятся большими. А потом он придет к другим людям и обратится с призывом к ним. Но они отвергнут его слова. То есть останутся верующими. И может они скажут ему «Ты лжец, ты даджаль», и он покинет их, а их поразит засуха. Ибо все благо, которое у них оставалось, в том числе и земля, все от них уйдет. Опять же, это фитно, и не останется у них никакого имущества. Их овцы, скот умирают, засуха усиливается, а дождь прекращается. И это все случается с людьми, которые отвергли даджаля. Какая же это фитно? Те, которые последовали за ним, наслаждаются изобилием, а люди, которые его отвергли, оказываются в таком ужасном состоянии. Пятый признак даджаля – это извлечение сокровищ из земли. Он указывает на землю, и она извергает золото и серебро, сокровища, которые были закопаны в ней и хранились тысячелетиями. Это сокровища, зарытые на протяжении всей истории мира. Он говорит земле, «Исторгни свои сокровища, и сокровища ее последуют за ним, подобно рою трутней. Сокровища идут за ним, как пчелы идут за человеком, так же, как пчелы следуют за маткой, ведущую рой». Даджал подобен этому, он идет и выходит из земли сокровища, и они следуют за ним. Это золото, серебро, алмазы, драгоценные камни, древние артефакты, все они выходят и идут за ним. Пречист Аллах. Шестой признак даджаля – он использует шайтанов. Аллах Всевышний посылает с ним демонов, которые общаются с людьми и исполняют его приказы. Это очень странный аспект его фитны. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «И из его искушений то, что он скажет бедуину, если я воскрешу твоих родителей, ты засвидетельствуешь, что я твой Господь». Он скажет «да», и он обратит двух шайтанов в образ его родителей. То есть, предстают перед бедуином его мать и отец, которые были мертвы, но на самом деле это не они, а шайтаны, которые взяли образ его отца и матери. И что же они ему сказали? И они скажут ему «О, сыночек, последуй за ним, ибо он твой Господь». То есть, заговорят отец и мать, или можно сказать шайтаны, которые заговорят их языками. Да, мы умерли и в Ахирате увидели, кто наш Господь, и вот он, а бедуин поверит им и последует за даджалем. Последний признак воскрешения мертвецов. Этот момент требует особого объяснения, о котором мы поговорим, даст Аллах подробнее в одной из следующих бесед. Призовет он к себе человека в расцвете молодости, ударит его мечом и разрубит на две части, которые разлетятся друг от друга на расстоянии полета стрелы. После того, как его тело разделилось на две части, даджаль призовет его, он скажет «Приди», и этот юноша, лицо которого будет светиться от радости, оживет и придет к нему. То есть, в передаче говорится, что даджаль обратится к юноше, и он будет оживлен, конечно, по воле всемогущего Аллаха. Юноша восстанет, соберется и начнет разговаривать, смеяться, как будто ничего не произошло. А даджаль скажет «О люди, разве может это сделать кто-либо кроме Господа? То есть, разве помимо Бога может кто-то воскрешать мертвых?» И после этого некоторые из-за слабого имана уверуют в его божественность. Итак, братья, в общем, вот такая тема фитны даджаля, и это действительно ужасная фитна. Не существует никакого другого человека, кто мог бы совершать все такие действия в совокупности. Люди будут находиться в очень трудном положении, и он появляется в этот самый момент, когда они уже находятся в кризисе, в фитне, поэтому появление даджаля только лишь усугубляет ситуацию и увеличивает фитну в несколько раз. Но успокойтесь, успокойтесь, о люди. В этом вопросе ваш защитник – Аллах Всевышний, и это из-за вашей веры, так как вы – верующие. Верующие ему не повредят все эти вещи. Завершу этот рассказ хадисом, связанным с Мухира и Буншоба. Он передается в сборниках хадисов Бухарии и Муслима. Мухира и Буншоба, да помилует его Аллах, говорит, «Ни один не спрашивал пророка о Даджжале чаще меня». То есть, я был одним из тех, кто чаще всего спрашивал у пророка миром и благословения о Даджжале. Поэтому он сказал, «И чего ты его так боишься? Он не повредит тебе?» Я сказал, посланник Аллаха. «Но они говорят, что вместе с ним будут горы хлеба и реки воды. То есть, люди будут голодать, а у него будут реки и хлеб. Он ничтожнее перед Аллахом, чем это». Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, предсказал, это не для того, чтобы отрицать потребность в средствах к существованию. Он хотел сказать, что даже с горами хлеба и реками воды, которые будут у Даджжале, он все равно не сможет сломить верующего. Перед Аллахом уничтожнее этого. Он ничтожен и не способен на то, чтобы ввести верующего в обман. Если человек стойкий и на пути шариата, обращается к защите Аллаха Всемогущего. И успокойся, будь уверенным, ты верующий. Если Аллах пожелает, если ты встретишь Даджжале, то будешь сильным перед ним. Пока это видео существует на просторах Ютуба, каждый, кто был причастен к выходу, получит непрерывное вознаграждение, иншаллах. Станьте и вы частью нашего Даджуата, пройдя по ссылке в описании. Да приумножит Аллах ваши благие деяния. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok